Дружище, если ты активный игрок, у тебя есть 100 тысяч силы, то ты можешь вступить в очень хорошую гильдию под названием RedZone, в которой каждый месяц проходят для сагильдийцев розыгрыша самоцветов, там где тебе помогут с фармингом какой-либо локации, расскажут всё, покажут и команду создадут. Боссы в 19.30, пятый в 19.36, минималка на битве гильдии 1700, за пропуск битвы гильдии исключение, атака фартов в 12.00. Беседы в WhatsApp, WhatsApp обязателен и заявочки можете отправить лидеру, вот номерочек WhatsApp есть, пишите и вступайте в хорошую гильдию под названием RedZone. Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, сегодня у нас Битва Замков и я не перестаю удивляться некоторым вещам, которые происходят у нас в игре. Сегодня речь пойдёт о Архидемоне, точнее о топе игроков, которые набивают, ну, самое большое количество урона в данной локации, сразу же маленькая оговорочка, чтобы не было потом вселенских заговоров в комментариях. Мне, если честно, абсолютно всё равно, кто и какое место там на Архидемоне займёт, я ко всем отношусь ровно и, по сути, мне дико наплевать. И это связано с тем, в первую очередь, что я в данной локации, ну, баз, хоть я и знаю, каких героев нужно использовать, как лучше им подобрать руны, какой талант поставить, где что, как и прокачать. Но, тем не менее, вот я набил только миллиард, это мой абсолютный максимум и это связано с тем, что, к сожалению, я не могу пока что прокачивать героев для Архидемона. И даже, когда я их начну прокачивать, когда у меня появится эта возможность, вряд ли я смогу попасть в какой-нибудь топ-10 игроков, которые набивают максимум на этой локации. Потому, да, ребятки, потому не надо долбить в комментариях, что там то или пятое-десятое, мне дико насрать. Но я сегодня увидел акт какой-то нелогичности, несправедливости от IGG, непосредственно от разработчиков, кто вообще делает эту игру. Потому, что я не понял юмора и очередной раз я удивился. Хотя, знаете, бывали моменты, когда я думал, что в этой игре я уже ничему не удивлюсь. Фишка заключается в том, что если мы сейчас обратим внимание на топ Архидемона, то можем уже поздравить двух игроков, которые набили абсолютно возможный максимум на Архидемоне. Это игрок ArtBucks и игрок WCHIC. Надеюсь, я правильно произнес ник, если что, извиняюсь. Но мы тут наблюдаем картину, что 2 миллиарда у этих игроков набито. Это максимум, что можно набить на Архидемоне. Можно, ребят, поздравить, красавчики. До этого на нашем сервере вроде таких результатов мы не видали. Но что мне хотелось бы отметить. Первый из этих двух игроков, кто набил 2 миллиарда, был игрок под ником ArtBucks. И он был на первой позиции. И, то есть, он должен был получить 6000 кулачков. Потом мы наблюдаем очень интересную картину, что когда второй игрок, у него получилось набить также 2 миллиарда, он почему-то сместил Архидемона на вторую позицию и встал на первую. И здесь я реально ни хрена не понял. Обычно, логично, в топе распределяются игроки таким образом, что, ну, кто первый набил, тот и в топе, да? Ну, согласитесь, так везде происходит. И это логично. И это дает какой-то стимул игрокам. Вот так вот вдалбливать ресурсы, качаться именно под эту локацию, выбивать специально таланты, прокачивать их там на 8.8 и прочее. А сейчас у нас, ну, какой-то реально акт несправедливости. Еще раз говорю, мне дико срать вообще, кто там будет Артбакс, Феникс или еще кто-либо на этих первых позициях, но я отметил факт, что сначала был Артбакс, да? Набил 2 миллиарда. И он должен оставаться на первой позиции. Второй игрок набил 2 миллиарда. Почему-то механика игры Артбакса спускает вниз, и этот игрок выходит на первое место. И получается, что Артбакс, несмотря на то, что он вообще первый на сервере у нас, кто 2 миллиарда набил, он теряет 1000 кулачков. Смотрим далее. Может, кто-то до конца не понял. Вот у нас уже есть 2 красавчика на сервере. Кто 2 миллиарда набил? К примеру, чисто гипотетически, игрок Феникс или Лайон Кинг набивает также сейчас 2 миллиарда. И в нормальных играх, или, ну, вот, по моей логике, я думаю, что многие с этим со мной согласятся, да? К примеру, следующий игрок, который набьет 2 миллиарда, он должен встать на третью позицию. Ну, потому что он третий набил 2 миллиарда, да? Он позже остальных ребят это сделал. Но в нашей игре непонятно, почему, если сейчас, к примеру, Феникс или Лайон Кинг набьет 2 миллиарда, он встанет на первую позицию. Где, сука, логика? Я, как бы, этого не понимаю. И выходит, что тут, как бы, соревнования игроков, все их старания тоже идут в одно непонятное место. И получается так, что в следующий раз те игроки, которые могут набить максимум на Архидемоне, они будут сидеть и до последнего ждать, да? Там, когда уже у Архидемона будет 99%, они будут до последнего ждать, чтобы самыми последними набить 2 миллиарда и встать на первую позицию, чтобы получить, ну, максимальную награду. И оказаться топ-1, да, по сути. Ну, согласитесь, ну, реально бред. И я не понимаю, как такое может происходить. И... ну, хер его знает. Хер его знает. Тут можно только поаплодировать IGG и непосредственно тем разработчикам из Китая, кто занимается этой локацией. Мало того, что мы хер его уже 2 недели, наверное, бьем, напишите в комментариях, ну, неделю минимум мы бьем эту гребаную локацию, этого гребаного Архидемона, да? А сейчас еще и вот такая вот херня в топе. Еще раз повторюсь, мне, ну, дико пофиг, я никогда не окажусь в этом топе, да? Если смотреть логически. Но просто я не понимаю, какого хера такая механика у нас в игре, в игре, которая уже года 3 существует на рынке. И Архидемон это далеко не новая локация, это достаточно старая локация, и должно быть в ней все хорошо. Но остается только поаплодировать разработчикам, поаплодировать IGG. Вот, давайте похлопаем. Че смотришь? Хлопай, IGG, елки-палки. Ребята стараются. Смотрите, как качественно, качественно делают локации. Причем с большой долей логики, да? И хер его знает. Я бы на месте Артбакса написал бы в техподдержку и спросил бы, уважаемая техподдержка, где моя тысяча кулаков? Потому что я первый набил на данной локации 2 миллиарда. И я был, ну, логически должен был быть на первой позиции получить 6 тысяч кулачков. Вот. Я не знаю. К примеру, я просто хер его знает, там бомбит кого-то у них, не бомбит. Это там их дела. Я просто как бы вот заметил херь, да, в игре. Я люблю замечать какую-то херь в игре и об этом орать всем, рассказывать, да? Ну, это моя работа, наверное, как ютубера. Я просто представляю, на секундочку представить, если бы я вхерачивал херовую тучу ресурсов, прокачивал бы нужных героев для Архидемона, выбивал бы им талант, в этот, в потолок этот талант качал всех для Архидемона героев на 10 и 10, реально старался бы и целенаправленно шел бы к тому, чтобы занимать лидирующие места на Архидемоне, да? Вот. И херак я первые 2 миллиарда набил на сервере, да? Я топ-1, по сути, должен быть. И потом херак, у меня такая ситуация происходит. Меня с какого-то хера, чувак, который набил позже меня 2 миллиарда, смещает меня на второе место. Меня бы так бомбило, я бы на своем сломанном кресле из Латвии в космос полетел бы. Причем этот полет был бы настолько эпичным и ярким, что даже ты, к примеру, живя в Москве или еще где-либо в России, всматриваясь в ночное небо, ты бы видел, как Князь ТВ летит на своем кресле в космос. Было бы очень хорошо заметно, меня бы дико бомбило. Не знаю. Еще раз аплодируем IGG. Ребята классно стараются, молодцы работают. Вот. Всем удачи, друзья. И пока.